Здравствуйте, это я. Ну вот и все. Монеро уже вполне себе доходный, можете переключать свои фермы. Сейчас я все покажу и расскажу. Если посмотреть на статистику по всем пулам, то нетворк хешрейт, он приблизился уже к реальному хешрейту. Это говорит о том, что сложность должна радикально снизиться. И снижение сложности можно посмотреть уже даже на пуле. Если посмотреть за 10 марта, то есть где-то 1,5-2 дня назад, вот, сложность была в районе 113 тысяч. Сейчас она уже где-то в районе 30, даже уже ниже. То есть, получается, она упала, ну, скажем так, почти в 4 раза. К сожалению, доходность, конечно, не увеличилась в 4 раза, но пока калькуляторы еще не подтянулись, они еще врут. К примеру, сайт CryptUnit показывает немножко не ту сложность. На самом деле, доходность сейчас уже немножко выше, чем показывают калькуляторы. Напоминаю, что доходность я рассчитываю на свои карты RX 550, 560. То есть, порядка 20 центов с карточкой, я считаю, это вполне себе неплохо. Конечно, хотелось бы побольше, но я не думаю, что доходность будет с такими курсами сегодняшними выше 25 центов. Ну, даже это уже хорошо. Многие запаниковали, когда не увидели доходность. Но не забывайте, что где-то полгода назад, в октябре, когда Monero перешел на алгоритм в А7, сложность тоже не упала сразу. Она поднялась где-то через два дня. То есть, в принципе, ничего такого радикального не случилось. Все вполне ожидаемо. Потихоньку буду переводить свои фермы. Сейчас они копают всякую ерунду. Ну, какие-то фермы копают черепаху, какие-то графт. Есть у меня несколько ферм, которые копают хэви-алгоритмы. Я думаю, сегодня-завтра я их постепенно переведу на Monero. Сейчас у меня там пока две фермы. 10 числа я проверил доходность и отключился. Потом включился на короткий срок, просто проверить. И сейчас уже оставил две фермы. Остальные буду подключать. В монетку Monero, в отличие от других монет, я верю. Я ее коплю на долгосрок. А остальные монеты на CryptoNight я сливаю сразу. На днях со мной связался один специалист, который отправил мне ссылку на Pool Waterhole. Здесь он обнаружил большое-большое количество майнеров. Если прокрутить до низа, тут порядка 700 их железячек, которые копают Monero. Хешрейт, как видите, всей этой супер-мегафермы порядка 7 мегахеш. Это довольно-таки много. Он предположил, что это какие-то асики или секретные FPGA-устройства, или ПЛИС их еще называют. Я так посмотрел. Немножко скептически отношусь к такому моменту, что это могут быть какие-то секретные устройства. Видишь суслика? Нет. И я не вижу. А он есть. FPGA-устройства никто не видел. Асиков тем более. Ну и к тому же подозрительно то, что в списке вот этих устройств все они с разным хешрейтом. Я предполагаю, что просто здесь разное количество видеокарт стоит. Если бы это были какие-то асики, они бы были стабильно все одинакового хешрейта. Ну, FPGA может быть нет. Но, опять же, никто их не видел, никто про них не знает. Я даже больше скажу, на V8 никаких FPGA-устройств никто не видел. А на V4 тем более. И как так быстро появилось такое большое количество и с таким хорошим хешрейтом, непонятно. Вообще, в современном мире хайпов и информации очень сложно что-то скрыть. Тут даже айфоны утекают за несколько дней до презентации. А уж где-где там с безопасностью это построже гораздо, чем в каком-то там майнинге. Вообще-то он меня обещал макнуть в говнецо и предоставить какие-то пруфы про то, что это FPGA-устройство. Ну, я буду ждать, конечно, что он предоставит. Я считаю, что просто нужно лечиться от паранойи таким людям. Но, тем не менее, если он предоставит какие-то доказательства неопровержимые, я могу подрить ему, в принципе, бутылку дорогой огненной воды. Поэтому будем ждать. Я надеюсь, что у него действительно есть пруфы и мы посмотрим на них. Я предполагаю, что это видеокарты на архитектуре Vega. Ну, а еще вероятнее, это ускорители Radeon Instinct, которые недавно представила AMD. Я ссылку оставлю в описании. Почитайте про них. Это серверные ускорители для машинного обучения, для распознавания голоса, изображений и так далее. И, скорее всего, какая-то компания закупила эти железяки. Они у них простаивают и они решили их закинуть в майнинг. Ну, или если это Vega, то это просто большая-большая ферма. Кстати, вот эти вот названия ригов говорят о том, что, скорее всего, это номера стоек. И чтобы их локализовывать быстро, они вот так вот хитро названы. Почему эта мега-ферма Майнит Монеро? Ну, просто потому, что эта монетка самая устойчивая в плане цены. Копать ее, особенно на долгосрок, очень выгодно. Если бы это были какие-нибудь Tesla, скорее всего, на них копали бы лучше эфир. Но так как это железяки на архитектуре Vega, копать на них выгоднее всего, конечно же, Монеро. Ну и по поводу ботнетов. Скорее всего, они просто отвалились. Сейчас практически все ботнеты на основе XMRig работают. И никто не мешает обновить этот майнер. Возможно, некоторые ботнеты уже умные и сами это сделают. Но если уязвимости не закрыты и порты также открыты, как раньше, никто не мешает снова перезаразить эти компьютеры, эти сервера и начать майнить на них снова, на алгоритмы V4. Поэтому, скорее всего, через недельки-полторы-две хешрейт будет повышаться вверх, и мы увидим снова снижение доходности. Поэтому, скорее всего, ботнеты существуют, а вот асиков и FPGA-устройств, по-моему, их и нет. Это всего лишь какие-то фантазии. На этом все. Пишите ваши комментарии, кто что думает. Всем удачи в майнинге. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok